Шалом! Наша недельная глава Вайгель и собрал Маше весь народ и сказал, чтобы все соблюдали шаббат. Шесть дней работой, а седьмой день отдых. Спрашивает Раф Илья Голотштейн, почему Маше говорит это сейчас? Ведь уже не раз было сказано еврейскому народу, чтобы он соблюдал шаббат и в этот день не работал. Совсем недавно была глава Бышалах и там было сказано, чтобы в день шаббат сиди дома и будь на своем месте. Задается вопрос, а что значит будь дома? Ведь в шаббат как раз мы не сидим по своим углам, а мы собираемся вместе, идем в синагогу, делаем кедуш, ну и все такое. Чего вдруг дома? Ну, на месте. Ну, тут надо сказать, что место, наверите, Маком, это также одно из имен Всевышнего, который символизирует место в этом материальном мире. Ведь до того, как Всевышний создал этот мир, ну, не было ничего кроме него. Ну, и сейчас, по большому счету, нет ничего кроме него, но он, ну, якобы освободил от себя, своими словами, какой-то участок и создал этот мир. И дальше Зоор развивает эту мысль и говорит, что место, о котором сказано, это имеется в виду место в душе каждого еврея. То есть, этим самым еврей, каждый еврей должен создать коннект, связь между собой и Всевышним, вот, освободить часть своего эго и для того, чтобы, как бы, там мог быть Всевышний. Потому что сказано, что не может Всевышний и эго человека быть вместе, вот, надо освободить для него место. И этим самым создается коннект. Вот, известно, что, как бы, есть такое понятие, аж хапротит, то есть, божественный надзор над человеком. То есть, Всевышний, он наблюдает и направляет шаги каждого человека. А наше дело поддерживать эту связь. Вот, расскажу, ну, одну Майсу. Вот, есть одна девушка, которая работала в фирме. Эта фирма занималась тем, что изготавливала там или перепродавала всякие там христианские штуки. Вот. Вот. Девушка стала, ну, приближаться к Всевышнему, стала, там, как бы, изучать еврейские книги, литературу. И вот однажды она вместе со своей фирмой поехала по своим делам, и они попали в аварию. Попали в аварию. Ну, слава богу, все остались живы. Вот. Ну, девушка получила сотрясение мозга. Вот. И она задумалась о том, что с ней происходит. И, ну, ей также сказали, что, ну, ничего не бывает просто так. Ну, вот. Эфим Свирский, он в своих книгах, он часто описывает такие вещи. Что если, не дай бог, с тобой что-то случается, ты должен задуматься, почему это с тобой случилось. Ну, это значит, что бог к тебе стучится и хочет что-то тебе рассказать и объяснить, как надо. Вот. Мы, к сожалению, сейчас живем в таком мире, который, ну, можно сказать, мир зла. Вот. И тьма эта, к сожалению, изущается. То, что мы, ну, видим из новостей, из жизни. Вот. Сейчас все прикованы к тому, что происходит на Украине. Да. Вот. Украина, Россия, ну, мой родной Донецк, к сожалению, там рвутся бомбы. И там очень неспокойно, и все очень напуганы. Ну, не только в Донецке, а вообще везде. Что будет дальше? Ну, почему это так с нами? Ну, неужели мы такие плохие, что, ну, такие вот испытания? Ну, ведь бог не посылает испытаний больше, чем человек может их перенести. Это раз. А кроме того, ну, я считаю, что, ну, для нашего спокойствия нужно также вспомнить, что и великие мудрецы, и великие цадики, они ведь тоже жили неспокойно. Ну, возьмите хотя бы Авраама, да? Возьмите нашего праотца Якова. Ну, разве у него была спокойная жизнь? Ну, нет. А царь Давид вообще, как бы, вся жизнь его полна скитаний, полна всяческих угроз для жизни, несмотря на то, что бог его очень любил. И дальше, дальше, уже, ну, совсем близко, вот, катастрофа Вторая мировая, вот, сколько бед перенес еврейский народ, сколько, ну, цадиков, ну, как бы, потерпело очень, ну, много всего плохого. Ну, что ж, значит, так надо, то есть, вселышнему виднее, вот. Вот, ну, как известно, если что-то случается, ну, с нами, если есть архапротит, то Всевышний, наоборот, он направляет нас, чтобы было хорошо. То есть, злодеев он не направляет, им все равно, ему все равно. То есть, злодеи могут прекрасно жить в этом мире и процветать, и Всевышний не трогает их, потому что они свое получат дальше. А Всевышний заботится о нас, вот. Ну, и мы, в свою очередь, тоже должны не забывать в своем сердце оставить для него местечко, для того, чтобы был коннект, и все будет хорошо. Как говорится, бесседер. Шаббат. Чуть не сказал шаббат, шалом. Шалом.